Всем добрый день! Приветствую вас на канале Кулинарные Приключения. Сегодня готовим Азу со свинины. Очень вкусное, сытное, такое жирненькое блюдо. Для этого блюда нам потребуется любое мясо. У меня свинина, здесь 500 грамм. Картофель, я взяла 5 штук, но берите, естественно, исходя из количества порций, насколько человек вы готовите. Я беру 2 большие луковицы, 3 помидора, немного зелени, томатная паста, 2 столовые ложки чеснок по вкусу, соленые огурчики, у меня здесь 7 штучек, ну-ка, видите, они у меня совсем малюсенькие, если у вас огурчики побольше, то грите их поменьше, лавровый лист, и здесь у меня специи. Из специи тимьян, копченая паприка, острый чили перец и черный молодый перец. Также потребуется соль по вкусу и растительное масло для жарки. Приступаем. Я предлагаю сначала все нарезать, а потом уже приступать к приготовлению блюда. Мясо я уже нарезала небольшими кубиками. Теперь нарезаем лук полукольцами. Огурцы я буду нарезать вот такими тонкими полукружочками, но если у вас огурчики крупные, нарезайте их помельче. Теперь нарежем помидоры. Можно нарезать покрупнее, помельче. Вот с помидорами вообще не имеет никакого значения, потому что они все равно разомлеют, разварятся, и их там практически не будет видно вообще в готовом блюде. Азу готовится либо в казане, либо в какой-нибудь большой кастрюле. Я готовлю в большой кастрюльке. Ее нужно сейчас просушить, чтобы на дне не было ни капельки влаги. Затем разогреть в ней растительное масло. Масла нужно достаточно много, поэтому если вы противник жареного, то, скорее всего, это блюдо вам не подойдет. Добавляем сюда мясо и обжариваем его в течение минуты-полторы, чтобы появилась румяная корочка. Теперь к мясу добавляем лук и обжариваем до тех пор, пока лук не станет мягким. Теперь добавляем сюда в кастрюлю помидоры и хорошо все перемешиваем. В томатную пасту наливаем немножко воды, перемешиваем и добавляем это все тоже в кастрюлю. Вот сразу после того, как добавили помидоры. Теперь делаем самый минимальный огонь. Добавляем сюда огурчики, специи, соль, лавровый лист и доливаем воды. Воды доливаем столько, чтобы все было покрыто водичкой. Но тут все зависит от того, какой густоты блюда вы хотите получить. Если вы хотите, чтобы это было больше, как второе блюдо, то воды, естественно, поменьше. Потому что азу считают многие как суп, просто густой суп готовят. Другие готовят это как подливку к основному блюду, например, к гречке или картофелю. Поэтому густоту уж регулируйте самостоятельно. Теперь все накрываем крышкой и на маленьком огне нужно потушить до готовности мяса. Мясо должно стать полностью мягким. Иногда уходит на это минут 40, иногда час. Все зависит от качества мяса и от того мяса, которое вы выбрали. Например, гагадина тушится быстрее, чем баранина или свинина. А курица так вообще быстренько потушится. Проверяйте на готовность. И пока у нас мясо тушится, разогреваем сковородку и обжариваем на ней картофель. Картофель нужно обжаривать на большом огне до коричневой корочки. Не обязательно до готовности. В обжаренный картофель добавляем кастрюлю. Сюда же добавляем измельченный чеснок. Накрываем крышкой и дотушиваем все до готовности картофеля. А это еще буквально минут 10-15. В конце приготовления добавляем зелень и можно подавать. Вот такое вот азу получилось у меня. Довольно густое. И еще хочу сказать момент. Я добавляю картофель прямо в блюдо, но картофель можно приготовить отдельно в виде пюре. И тогда азу будет как подливка к этому картофелю. Получится тоже безумно вкусно. Но и так тоже классно. Обязательно попробуйте. Это простое блюдо, но получается оно очень вкусное, сытное. Вы даже не представляете, какие есть сейчас на кухне ароматы. Огромное спасибо вам за просмотр. Приятного вам аппетита. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok